А самое сложное было на Северном полюсе всплывать. Там было очень сильное течение. Мы нашли полынью, причем по данным комплекса навигационного, точность всплытия была великолепна. Именно географическая точка. Мы думали, классно. Начинаешь всплывать, полынья уходит. Начинаешь лодку подгонять под полынью, никак не получается. Полынья быстрее. И вот это три с половиной часа гонялись за этой полынью рядом. Конечно, нервов было потрачено неимоверно. И в конце концов мы всплыли. Но где-то на глубине 40 метров лодку отчетением развернуло. И она не вдоль полынья, а поперек встала. И мы когда всплыли, раз, корма подо льдом. Вот у нас мятина в корме. Ночью всплыли, надо дуть, продули. И там ледина была большая. Она ударила, разломилась пополам. И та часть, которая попала на корпус, вот она на правом борту, сделала вмятину. Достаточно такую. Я так расстроился, думаю, хилкий парень. Я уже имел печальный опыт, когда я начальник приходил с этим, с мятинами. И меня начали в капусту рубить. Благодяй, преступник, корабли ломаю. Несколько было смазано. Народ радуется, а я такой хожу, думаю, да, вот вернусь, мне пугашки дадут. То есть достаточно вот этот был момент такой сложный. На нервы же хочется всплыть, чтобы поточнее похвастаться. Вот такие перцы всплыли. И все это нельзя форсировать событие, потому что скорость всплытия должна быть маленькой очень. То есть это такое двоякое чувство. Ну ничего, так всплыли. Сошли на берег, вот эти вот флаги поставили, закопали завещание потомкам. В общем-то день такой, это было 21 августа, а день был такой пасмурный, низкая область, то есть ветер. Ну, и такое, в общем-то. Мы там на камеру снимали, но все время такой шум стоит от ветра. Ну, сошли на лед. Группа захвата флаги водрузили, там, сфотографировались на память. А потом стрельба, там, в расщелину лодку поставили, чтобы она по курсу не виляла. Вот. И готовились к стрельбе. А потом, а тоже момент интересный. К стрельбе была назначена на определенный, 24 августа стрельба. Раз потом. А стрельбу переносит на следующий день. В чем дело? Оказывается, забыли американцев предупредить, как положено, по каналам МИДа, о закрытии района, что будут стрельбы. Промните, раз. МИД говорит, извините, так нельзя. Ну, на 25-е перенесли августа. То есть, тоже такой момент. Уже все проверено, все это. Десять раз. А лодка дрейфует со льдами. И смотришь, там, район стрельбы, определенный, да, район стрельбы, с которого надо стрелять. И смотри, уже мы подходим к границе этого района, если мы вышли бы за этот район, уже стрелять было нельзя. Елки сейчас еще на сутки перенесут, а дрейф такой достаточно большой. Ну, и все, и к вам. Ну, 25-го выстрелили. Группу садили. Они где-то часов 9 просидели. Ожидали этого момента. Замерзли, как цуцки. Ну, сняли. Поэтому уникальные кадры. Этого не было, и, наверное, уже, не знаю, будет. Может, кто-то еще сделает. Каке? О, нет. О, нет. О, нет. Продолжение следует...